Я ехал к знакомому товарищу в Геннадию на специфабрике, но он производит яйца. Мне этот лотоков не подарил. Что я могу вам сказать? Александр Емельяненко теперь с яйцами мужик. Всем привет! Вы смотрите Труджим. Хайп вокруг инстаграм-стычки бойца ММА Александра Емельяненко и силача Михаила Кокляева достиг своего логического завершения. Спортсмены договорились о бое и теперь ищут промоутера, который согласится выложить крупную сумму денег за их поединок. По сути, даже если они не найдут такого человека, то делать поединок все равно придется, так как волна пошла и если они дадут заднюю, то это может сильно подпортить им репутацию. Я во время боя тебе выбью зубы. Ты будешь сцепить, Миша, сцепить. Тренируйся, Миша, чтобы не упасть сразу. Готовься к бою. Он состоится у нас 100%. Я тебе обещаю. Так или иначе, бой будет по правилам бокса. И на что тут рассчитывает Михаил, непонятно. Но он считает, что и веник раз в год стреляет. Посмотрим, как выстрелит веник Кокляева. Но думаю, Сашин и базуки стреляют и быстрее, и сильнее. Но так или иначе, респект Миша. Я думаю, кто бы что ни говорил, что это на 50% дружеский бой, но это все же бой. И получить по лицу придется по-настоящему. Саша на кулаке это будет моим домокловым мячом. Если я настолько грешен, нежели я не нужен уже здесь, конечно же, Саня на кулаке будет домокловым мячом для меня. А если я уйду на своих двоих из ринга, значит, я для чего-то еще нужен на этой земле. Хотя я не готов и не хочу. Я очень люблю жить, очень люблю жизнь. Очень люблю жизнь. Как говорится, лучше один раз попробовать, чем попробовать никогда. Даже не один процент, 0,1% то, что может что-то произойти в мою пользу. Разум. Нужно разумно отнестись к тренировкам. Нужно разумно отнестись к режиму дня. И разумно отнестись к тому, что происходит сегодня в информационном поле вокруг того мероприятия, которое мы планируем провести с Александром. Моя задача минимум – уйти с ринга на своих двоих. Моя задача максимум – она будет озвучена на пресс-конференции после боя. Сегодня я не могу сказать об основной задаче. До боя она не будет звучать. Она будет звучать после боя. Вот такая вот интрига. Еще один хайповый поединок между скандальным бойцом ММА Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым пройдет уже совсем скоро. А именно, 15 апреля. Посмотреть вы его сможете 16 апреля на нашем канале Труджим. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пару дней назад прошла прессуха между бойцами. Вот несколько моментов с нее. Я хочу бой, я хочу выиграть. Я мыслю как победитель. Я притягиваю энергию из космоса. Я жду этот бой. Практически. Практически это бой будет. Это то же самое, что Мерседес Артема Тарасова врезаться в КамАЗ. Перчатка будет, как бы бой, как хотели сделать, как бы, да? Но в портре добиваем локтями или нет? Я согласен драться по правам ММА, ты согласен драться по правам ММА. Правила там, неважно, UFC, Союз ММА России, Fight Night, M1. Без разницы. Мы деремся по правам ММА. Три раунда по пять минут. С локтями хочешь ты, с локтями? Очень сильно хочешь. Да, он хочет с локтями. Баттерик. Мы будем с тобой работать с локтями. Я тебе дам этот козырь. Браво! Ты большой парень, я тебе дам. Браво! 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 Максу Новоселову судьей. Только он меня сможет остановить. У других судьей массы не хватит. Вот запомните пресс-конференцию. Да, я буду работать тактически, но это не будет бой, что слон будет бегать за мостом. Я буду драться и попытаться показать красивый бой, потому что мы здесь собрались в первую очередь для людей, для которых, чтобы увидели этот красивый бой. Можно отбегать три раунда, можно выиграть этот бой, но проиграть в лице всех людей, которые нас смотрят. Я хочу выиграть, и даже, не дай бог, если что-то случится, чтобы люди сказали, вот два мужика, одному 30 лет, другому 40 лет, нормально. Мужика поговорили, подрались, пожали руки, и они продолжили нормальное общение. Как это сделать в спорте? Вот и все. Через две минуты я не устану, но я все-таки постараюсь сделать одну очень подлинненькую вещь Артему. Его поймать, лечь на него сверху и задавить его пусом, блин. Чтобы он просто охуел, и понял, что такое масло, блядь. Ну а потом немножко придется побить лицо. Вот, Артем, как бы от тебя поступали предложения. Поэтому я во время боя буду заниматься 163-й статьей УК РМ. Это что? Выморвительство. В общем, если хотите увидеть бой первыми, то следите за новостями на Труджим. И обязательно напишите в комментариях, за кого будете болеть в бою. Сможет ли Тарасов удивить, или Дацик не даст ему таких шансов. А с вами был Матвей Соболев. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok